Иосиф Абрамов Мы с вами находимся в Ханты-Мансийске, Центр развития теннисного спорта. Я с большим удовольствием представляю вам своего сегодняшнего собеседника. Это всем вам хорошо, безусловно, известный Юрий Лобач, мастер спорта по бильярду и главный тренер сборной Беларуси с 1998 по 2008 годы. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, уважаемые друзья. Ну что, сейчас разыгрывают право разбоя Иосиф и Сергей. И первым будет разбивать Сергей Крыжановский. Вот хотел сказать агрессивный, потому что оба игрока... Иосиф Абрамов был очень агрессивный, кстати. Да. А потом, все-таки, наверное, так не скажу, потому что, наверное, скорее всего, будет сверхагрессивный матч сверхагрессивных игроков. Вообще, вот эта настоящая битва титанов, так если разобраться, потому что действительно два сейчас лучших игрока, наверное, и вряд ли кто даже будет подвергать так особо. Ну, то есть, большого преувеличения, на самом деле, в этом нет. Нет. И вот один из титанов на ваших экранах, Иосиф Абрамов, ему 17 лет, мастер спорта. Он уроженец и проживает сейчас в поселке Архипа Осиповка Геленджикского района Краснодарского края. Выступает на чемпионатах России за Федерацией Ростова-на-Дону. Многократный чемпион России, победитель юношеского первенства мира и чемпион мира 2017 года среди мужчин. Кстати, мастер спорта он получил буквально перед Новым годом, то есть не так давно было. Так что поздравим его с этим высоким званием. До этого был кандидат на мастера спорта. Ну, а что касается разбоя, то там чуть-чуть не повезло, я считаю, Сергею Крыжановскому, потому что биток у него в угловую вузу шел так уверенно. Туда он явно и целил. Но не зашел, остановился в самой вузе. Ну, а я позволю себе закончить представление Иосифа. Иосифа, его тренер, его отец, Ашот Робертович, у них, мама у него, Наира Константиновна, семейный бизнес, они предприниматели, вот, и, в общем-то, помню, вот, кстати, в этом же зале, если не ошибаюсь, может быть, не, это был другой город, но я помню с самых первых шагов Иосифа на бильярдном своем пути, вот, как раз отец его всегда и привозил, и учил. Ну, Иосиф, несмотря на свои невеликие года, всего 17 лет ему, он, тем не менее, давно уже в бильярде, и, главное, давно на виду, можно даже сказать, на ведущих ролях, потому что уже многое, что и выиграл, ну, в частности, в 18-м году он был первым на Кубке Мира, третьим на Кубке Кремля, третий этап в Свободной Пирамиде, этап Кубка Мира, тоже там первенствовал, но и, главное, он чемпион мира 17-го года в комбинированной пирамиде, то есть именно в том самом виде и в том самом чемпионате мира, который проходит сейчас, он уже чемпион мира, причем было это два года назад, уже тогда демонстрировал высочайший уровень Иосиф Абрамов. Ну, а что касается Крыжановского, то он из Кишинева, 22 года ему, тоже молодой, и он чемпион мира 18-го года, но в Свободной Пирамиде, так что два чемпиона мира сегодня играют, позапрошлогодний Абрамов и прошлогодний Крыжановский. И они два первых номера рейтинга, на первом месте Иосиф Абрамов, 4923 очка, и немного ему уступает Сергей Крыжановский, он второй с 4597 с половиной очками. Ну, это цифры, которые абсолютно не обязательно запоминать, тем более, что после этого турнира они явно поменяются. Факт тот, что они возглавляют рейтинг и близко друг к другу располагаются. Они, безусловно, сильнейшие. И в данном случае справедливость высорожествовала. То есть оба они оказались в финале, хотя попадание туда, к Крыжановскому особенному, было под большим вопросом, потому что очень непростой матч у него был с Достаном Лепшаковым. Вообще два вот саппортсмена из Киргизии попали в полуфинал, и оба, ну, я не знаю, про Садыкова вряд ли все-таки можно так уверенно сказать, но вот Достан точно мог оказаться, тем более он тут демонстрировал удивительный бильярд, просто буквально выносил всех на протяжении, но вот до тех пор пока не попал на Крыжановского. Но там матч был очень непростой. В контровой партии он только закончился в пользу Крыжановского. 6-5. Таков счет. Ну и заканчиваю разговор о Сергее Крыжановском. Вы уже сказали, что он из Молдовы, из Кишинева. Сейчас живет и тренируется в Москве. Его родители Руслан Сергеевич и Людмила Александровна предприниматели. Недавно совсем, год и четыре месяца, родился в его семье, в семье Сергея. Сын Артем, жена Диана. Ну а Иосиф Абрамов тем временем забивает своего. Открывает тем самым счет в этом матче. 1-0. 1-0 я имею в виду в партии. Вот в матче, конечно, по партиям пока еще 0-0. Вот так вот, в центральную лузу. Посмотрим, какое продолжение будет иметь этот успех. И какое количество. Да, вот. И сколько в серии будет, да? Обратите внимание, друзья, как четко сыграл в среднюю своего Иосиф. И чужой от короткого борта опять прикатился на такую же практически позицию в среднюю лузу. Насколько выверенный и четкий удар. Ну да, это к тому, что здесь надо думать не только о том, чтобы шар вообще попал в лузу. Во-первых, конечно, надо, чтобы это был свой шар. Потому что появляется возможность выставить его в дом. И вот то же самое сейчас делают. Да, опять через среднюю, и опять уже чуть дальше от лузу. Но не думаю, что это имеет определенные трудности для Иосифа Абрамова. Иосиф вот каждый раз он рассчитывает удар таким образом, чтобы чужой выкатился опять на позицию, чтобы от него можно было сыграть. Так, а он его убрал, поскольку он мешал более выгодной игре в угловую лузу. Вот может быть и зря. Может быть и зря. Ну, так, какой номер рейтинга Абрамов? Первый. Первый номер. Ну, мы будем ему советовать в течение репортажа. Мы, да. Время от времени, что ему надо делать. Да, мы безусловно. Так, Ржановский выходит к столу. Чем ответит Сергей? Вот у Сергея, кстати, несмотря на то, что он гражданин Молдавии, есть спортивное звание, мастер спорта международного класса. Впрочем, этот вопрос подвергается некоторым сомнениям. А, кстати, еще вот, если говорить о Крежановского, его младший брат, тоже бильярдист, тоже участник этого чемпионата мира. И можно сказать, вот как я, как специалист, специалист оценивая его, у него хорошие перспективы в будущем тоже. Вы знаете, он вчера очень активно во время матча с Лепшаковым, во время полуфинального матча, очень активно и советовал. Ну, он был на трибунах и, можно сказать, так работал отчасти как тренер. Давал какие-то подсказки, советы, подбадривал и был первым, кто поздравил, собственно, после победы своего брата. спустился с трибуна, обнял его. Ну, мне трудно сказать, что он может подсказывать старшему брату, хотя для со стороны это важно. Я думаю, чисто эмоционально. Да, то, что он оказывал поддержку, вот такую эмоциональную, это совершенно очевидно. Входит пока, судя по тому, как кладут шары в лузы, входят в игру оба спортсмена. Вот такая статистика. Просто я беседовал, сейчас доехал сюда в зал с Расмиком Варданяном, который играл на раннем этапе с Абрамовым и Иосифом. 6-4 победил Иосиф. Из 10 партий 5 партий с Киевом закончились. То есть каждый из соперников, я сейчас не скажу, кто сколько там забил из них, но 5 партий из 10 в последний. Вот представьте, уровень сегодняшнего бильярда. Вообще кладка УС-площадь хорошая, он этим и славится. Да, я не... Ну, как... Я думаю, что мы и сегодня увидим такие партии. Ну, не может этого просто не быть. Ну, да, вероятно, но если помните, приблизительно того же мы ждали и от финала женского Дарья Михайлова и Диана Миронова, но эти ожидания не оправдались со слова совсем. Ну, матч получился замечательный. Матч получился абсолютно замечательный, четырехчасовой, очень напряженный, с контровой партией, все как полагается, но при этом там количество ошибок было, конечно, очень немалое. 5-1 ведет Абрамов. Три шара, ему осталось до победы в этой партии, до восьми шаров продолжается в каждой партии. Два шара остается. В случае забития своего спортсмен убирает тот шар, который ему мешает, который он считает лишним на игровом поле. Ну, и, естественно, выставляет биток в рамках дома в то место, которое ему удобно. Дом это четверть бильярдного стола. Противоположная пирамиде. Да, противоположная пирамиде. В данном случае она справа. Но если шары все после сыгрывания будут находиться в доме, то домом становится противоположная четверть. Ну что, остается последний шар. Парк. Приобретает, я бы, наверное, сказал еще большую глубину, что ли, позиционная игра, когда ситуация на игровом столе требует именно такого развития событий. Ну да, у Мироновой и Михайловой там была такая ярко выраженная атакующая игра. Может быть, не очень при этом результативная, но тем не менее без большого количества тактики она была, конечно, но, может быть, как вы правильно сказали, не в тех объемах, в которых можно было рассчитывать. Ну, посмотрим, насколько оправдается ваше ожидание. Итак, на серии сейчас Сергей Крыжановский. Крыжановский путевок финала был следующим. В 32-й обыграл Петра Данилова россиянина 6-3. В 1-16 интереснейший был матч Крыжановский Асьминин и тоже с таким же счетом, как в предыдущем раунде, оказался сильнее Сергей 6-3. В 1-8 встретился с киргизским бильяргистом Арсеном Каленбаевым и тоже 6-3. В четвертьфинале не испытал никаких сложностей в игре против Артема Балова 6-1. И там наверное ожидали все-таки более упорной борьбы с Баловым. Ну, а по поводу полуфинала против Достана Лепшакова я вам уже говорил. Там настоящая битва. Контровая партия 6-5. Крыжановский в финале. Вот к разговору мы на женском матче обсуждали почему такие молодые участники мужчин занимают лидирующие позиции казалось бы в таком виде спорта где опыт и мастерство тоже имеют очень большое значение. Наверное глядя на вот эту агрессивную совершенно игру против которой противопоставить можно только такую же агрессивную игру и какую-то тактическую такую поставленную позиционную чтобы сдержать вот этот натиск понимаете можно сдержать натиск но потом человек просто с разбой кладет 8 и что ты сделаешь как ты будешь держать руками руками судьи не дают да изменения в правилах пошли же уже правильно что касается Абрамова то он до финала дошел ну как ну не то что без проблем там ну в общем не испытав больших сложностей в первом раунде 1-32 опять же было спортсмены из Киргизии которые кстати очень убедительно на этом чемпионате выступили я думаю о причинах этого будет смысл порассуждать позже так вот в первом раунде был Ураимов Саймык 6-2 его обыграл Иосиф во втором был армянский спортсмен Размик Варданян 6-4 уже более упорная борьба ну и самый упорный матч был в 1-8 против Павла Кузьмина россиянина и там Абрамов ввел 4-0 а потом 5 партий подряд выиграл Кузьмин и счет стало 5-4 в пользу Кузьмина и так пришлось конечно постараться Иосифу для того чтобы этот матч выиграть 6-5 да и контровой кстати он сложил с разбой с Ки я видел эту партию так что как видите все возможно и и Абрамов может при счете 4-0 в свою пользу вдруг неожиданно оказаться в роли проигрывающего по ходу ну и потом в четверть финале был Асминин и в полуфинале Канад Адыков тоже из Киргизии спортсмен но там Канаду было конечно очень тяжело явно явный талант никто его по-моему не ожидал увидеть на столь высокой стадии но и в четвертьфинале он обыграл нашего Зайцева Семена Зайцева матч который продолжался 6 часов очень упорный там буквально в концовке в контровой партии вырвал буквально победу Канад но в результате на игру против Абрамова его уже не хватило 6-3 таков счет и Абрамов в финале на серии сейчас Сергей Крижановский и на ваших экранах один из арбитров этого матча Владимир Альференко Россия Ямало-Ненецкий автономный округ город Ноябрьск международная категория здесь близко до Ноябрьска вот но по-сибирски мертвым конечно близко это там 700 тысяч ну где-то так да такие размеры у матушки России в любом случае север Сибири скажем так видите опять поднимает до средней лузы чужой вот так от короткого борта или от двух бортов длинный короткий или от короткий длинный в общем только через среднюю лузу по 10-12 шаров на тренировке забивать через один забил поставил забил поставил на среднюю на среднюю выходит когда что-то сорвалось в угол вышел из угла опять среднюю поднял 6-0 два шара остается к Рожановскому до победы во второй партии да так действительно бодренько это же сирийский он исполняет да ну вот эх не удалось кто-то сглазил да не удалось ну конечно досадует сейчас Рожановский что и понятно потому что все в принципе было в его руках мог эту партию выигрывать а вот сейчас большой вопрос на самом деле такой кажется счет большой 6-0 но это ни о чем совершенно не говорит потому что совершенно спокойно ну да все теперь уже вряд ли но может завязаться позиционная борьба вот как вы считаете в этом положении смотря смотря как далеко да даже не смотрит по-моему в среднюю Сергей этот шар вот и завязывает завязывается но все-таки была попытка атаки ну что это было не атака мы говорили уже на женском фирме да 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 это просто в короткий борт играл Сергей это отыгрыш два борта после соударения чужого поэтому здесь никакой атаки не было невыгодно и нету смысла а это было так ярко выражено причем с такого положения конечно да ну и причем в общем-то часто в среднюю игра есть точно нет а там еще в уголок что-то стоит но такое решение Абрамова атаковать в предыдущем ударе оно вообще было оправданно оно и привело к последствиям оно совершенно оправданно отталкиваясь от философии его игры а если так да потому что он так играет всегда если он первый номер рейтинга значит ему приносит это результат а что же тогда тут менять второй партию выиграл Кржановский 1-1 комбинированная пирамиде на разбое Иосиф Абрамов пока матч у нас протекает в такой супер агрессивной как выразился Юрий Лобач в манере и действительно оправдывают на 100% и Кржановский и Абрамов вот эти вот ожидания во всяком случае первые три партии как считаете дальше приблизительно в таком же ключе будут развиваться события не сомневаюсь в этом нисколько но вот вы знаете пока был этот перерыв тут пришлось подслушать то что обсуждают между собой зрители и конечно в восторге вот на самом деле публике очень нравится подобного рода манера игры и я вот не знаю как для специалистов вы в этом видите больше пользы и вообще интересно ли вот такую игру вам смотреть как человек который всю жизнь можно сказать в бильярде с одной стороны да глядя как ребята забивают это конечно ну меня вызывает восхищение потому что игра изречная интересная ну они кладут действительно фантастические шары и с очень большой результативности с другой стороны есть другой минус помните мы говорили о молодости да ну позанимался ты да какое-то долгое время бильярд быстро не научишься играть что-то там к своим 25-30 годам уже умеешь да и что-то и что-то надо делать в жизни дальше и вроде как возраст еще играть и играть например в смокере играют там до 40 лет нормально совершенно на очень высоком уровне люди и все-таки а вынуждены уходить рано потому что вот с такой игрой да очень тяжело соперничать менять как-то правила может быть там в общем здесь требуется какое-то искусственное вмешательство в процесс вот чтобы остановить это омоложение бильярда причем об этом речь идет ну лет последние 10 уже и в общем-то заметных каких-то просто приходят другие молодые вот и все ну вот вы сказали немного про про необходимость изменения правила но это конечно может быть не то что именно в этом ключе изменения но по поводу уменьшения временного лимита уже дело как говорится пошло и буквально сегодня мы с вами увидели матч бронзовых призеров женской половины чемпионата мира которые играли по формуле два периода по 25 минут с 10-минутным перерывом между них но между ними и кто больше забил шаров за вот это отведенное время за 50 минут игрового времени тот собственно и победил и там конечно сверхубедительная победа вот одержала Элина Нагула выиграв у Марии Карповой с огромным преимуществом ну там понятно что этот матч он был больше такой выставочный показательный поэтому спортивного значения не имел но тем не менее факт остается фактом движение в сторону изменения правил оно уже делается во всем случае уменьшения временных границ матчей которые могут сейчас продолжаться очень и очень долго вот шесть часов например у нас продолжался один четверг финал мужской да и женские тоже очень долгие бывают но это конечно создает дополнительные сложности как для зрителей так и для телевидения ну и в общем наверное для спортсменов тоже которые иногда вынуждены играть по два матча в день после такого продолжительного матча сами понимаете в следующем уже ну просто очень трудно чисто физически и вот тут как раз опять же вопрос омоложения встает и все такое прочее чем моложить естественно выносливости сил больше но это не имеет отношения к тому что мы сейчас видим можно сказать вольное такое отступление у нас продолжается матч Иосифа Абрамова и Сергея Крыжановского и вот он из суперактивной фазы перешел сейчас в такую фазу паузы да ну потому что ну совсем же играть некуда да а попробуй ошибись ты получишь сразу наказание будет неотвратимо ну да и пока главная цель у каждого из бильярдистов это не дать сыграть своему партнеру сопернику конкуренту обратите внимание как все время близко там от борта от длинного возвращается биток почти в лузу по короткому борту скручивается почти в лузу вроде как ну вообще вроде атаковать некуда да а все равно где-то где-то идет отыгрыш с атакой лузы и все очень и очень близко ну вот мастерство отыгрыша это же вообще отдельное мастерство а вот каким образом оно естественно тренирует вот оно интересно тренируется как оно отрабатывается ну специально вот игроки такого уровня этого просто уже вот так пошла атака в среднюю специально игроки этого уровня не работают на тот игры они работают чтобы там с руки когда играешь вернулся куда надо вернулся чужой после забития своего да это отрабатывается это они для ну при выходе на такой уровень игры это уже есть вот и все это присутствует как как данность какие-нибудь тактические занятия что вот этот шар должен обязательно отлететь в это место да на втором третьем годе обучения есть такое да ну конечно ну просто те материалы которые даются молодым игрокам они способны к осваиванию только тогда когда имеется уже определенный багаж именно для этого вот обучения потому что ну учить там как ну как не выучив буквы ах какая красота это красиво это да это чудесно и это великолепный совершенно удар в исполнении Иосифа Абрамова вот началось таких вот будем надеяться нет ну а что собственно началось это еще в первой партии так что это продолжается но это уже какая-то определенная кульминация планка повышается все все лучше и лучше становится все интереснее и интереснее но это было здорово конечно в общем нас Иосиф Абрамов прервал о чем там мы говорили вот вы знаете честно говоря после таких ударов уже не хочется ни о чем не говорить а хочется только смотреть все давайте смотреть и вот вот похоже действительно пошла серия у Иосифа посмотрим сколько она продлится да тут до восьми она продлится мне кажется здесь вся средняя стоит ему даже не надо ничего выходить оно само все стоит как мы говорили там в женском финале стол накрыт да кушать подно продолжать цитаты с джентльменом удачи не будем наблюдаем за ударом Иосифа Абрамов да и опять средний и все равно для Абрамова все понятно совершенно что здесь находится на столе и ни для принятия решений ни для исполнения времени не надо на автомате спокойно ритм игры не нарушаясь размеренно чтобы все было по делу чтобы не было срывов у меня вот вы знаете очень часто непонятно принцип по которому снимают шары игроки то есть не то что принцип а вот иногда кажется этот шар очень выгодный для сыгрывания ну не в этот раз а может быть когда-нибудь там есть шары которые так вот безнадежно совершенно стоят вот главное все-таки что при определении того шара который надо снять есть ли какой-то общий принцип или это каждый раз чисто индивидуально шар снимается от того что диктует в данном случае те позиции именно этот удар снимаются либо те которые там опасны после того как если ты не забьешь раз второе если ты играешь туда в район пирамиды и там какой-то шар мешает чтобы освободить хороший для тебя шар это два и часто часто снимается из-под руки там где шарка стоит на той линии удара которая тебе нужна ты должен его убрать для того чтобы поставить мост удобно и так далее два шара остается забить Иосифа Абрамова и если это получится то счет станет 3-1 уже в его пользу в общем не будем забегать вперед давайте посмотрим чем закончится и когда закончится эта серия пока она не заканчивается остается один шар один и он чужой в среднюю стоит делать ничего не надо здесь уже можно за своим не гоняться забить просто одного понимаете ну посмотрим интересно какое решение примет Иосифа со всех ракурсов нам показали этот удар да вот чужой в среднюю ну так он же того достоин такой удар посмотреть так вот 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 как раз о чем речь А как же Иосиф удивился он удивился чему-то необычному совершенно опять последний удар опять шар который должен привести к победе партии и в очередной раз в очередной раз почему говорю что ну во-первых у мужчин уже был один раз у того же самого Абрамова это второй раз он восьмого не забил да да вот что я сделаю точно в перерыве это подойду к его тренеру и отцу Ашоту так и вот спрошу а вот как вот есть такая проблема нет ну вот скажем вот мы заметили такой и решили сейчас уже да вот но на протяжении просто одного матча уже второй раз а даже если это случайность мы спросим а он что-то ответит да причем это всего четвертая партия ну что решаем нет не решаем нет нет варианта там больше игрался свой вот сюда чем чужой а чужой должен играться по перерезке такой он должен обязательно попадать в длинный борт или в лузу лучше в длинный борт потому что луза может закусить а свой уже на лузу вот хорошее очень место для для битка для атаки вы имеете ввиду? нет наоборот ну то есть он же сейчас сыграл смотрите это кто был у нас это был Крыжановский видя поставил шар на борт на короткий и сейчас вот в некотором некоторая задача для решения Иосифа стоит вот перекат средний борт белый коснулся все хорошо значит ну и вот сейчас пошла куда-то атака наверное на Крыжановскую или нет опять возвращает к Сибири да биток так ну вот сейчас этот шар остался белый будет точно такой отыгрыш и здесь же будет биток после удара Сергея а вот дальше уже какое-то разнообразие будет сюжета так хороший скромный парень Иосиф поздоровается спросит как дела скромен несмотря на свои титулы и на первый номер рейтинга воспитание очень важная штука и наверное ни один человек ни один чемпион точнее не может называться великим если он просто невеликий человек вот сам по себе просто нехороший человек точнее так что это важно но сейчас Иосифу важно все-таки выиграть эту партию а она ему не дается ну пока она дается ему больше чем его сопернику точно счет там у нас 7-1 ему не дается последний удар да счет 7-1 и все же было в его руках и казалось бы просто очевидно и понятно но ничего простого очевидного и понятного в спорте вообще не бывает в эту игру вот так как они забивают 7-1 да это хорошее лучше имеет то есть конечно 7-1 чем 1-7 но это не отчего еще не гарантировать кто бы сомневался думаю то что не гарантирует это совершенно точно получить сейчас возможность Крыжановский и вполне может выиграть и счет вместо 3-1 в матче станет 2-2 это совсем другой калинкор ну что опять здесь будет вот уже луза запечатана видите двумя шарами сейчас до 6 побед кстати я забыл вам сказать до 6 побед будет продолжаться этот матч кстати подбивал сейчас эти шары Крыжановский ему-то при счете 1-7 никаких запечатанных лузов не нужны ему нужен простор вот везде поэтому он специально подбил эти шары которые стояли возле луза и именно поэтому вот красный не пришел в лузу ближе к лузе а пришел вот на эту линию своего пытается играть нет там нет пытается так и что он сейчас наиграл следовать посмотрим ну вот сверху вроде как не проходит да а на самом деле а на самом деле Крыжановскому виднее да и что он там видит это только ему ведомо есть а вы заметили что он в правую руку взял киев сейчас ударил правой нет я не обратил внимание хотя он левша неудобно было ему тянуться левой да да действительно ну одинаково хорошо похоже владеет да беймер ну да основательно так так 2.7 и в догонку хорошая позиция вот сколько он может через среднюю раскрутить посмотрим раз ну встанет на противоположность а там мешает шар мешает да вот теперь мешает о так ну там есть в углу если видели завис один да то есть если он может продолжить комбинацию через чужой чужой вот не хватило там сколько так а он еще может забить чужого и тут же в среднюю сделать выход под свой к ну давайте посмотрим какое решение он примет ну мы так заглянули в его лабораторию да оп есть под свой выход да совершенно так оно и есть и заметишь что сейчас вот может поменяться после этого удара линия дома а нет сильно бьет в среднее опять дойдет не не факт что дошел да далековато похоже остановился вот возможная траектория удара в углу нет в углу далеко ну сейчас посмотрим но я не вижу игры немножко не поднялся чужой отбор вот интересно сейчас он будет просто вот знаете очень показательный момент он может просто по отыгрышу сыграть а может на ударе потому что смотрите в углу стоит да открыл вот так вот то ничего открывать на этом среднем я имею ввиду в правом нижнем углу на что жалуз для иосифа ну простой шар совсем для совсем просто но и 8 смотрите пошел круг делать спокойненько готовится успокаивая не хочет повторить и не хочет повторить до погони за собой в этой партии он повторить не хочет это что ж такое то опять восьмой просто камень какое-то преткновение для иосифа повезло иосиф просто повезло сейчас и тот который не открылся в углу я не понимаю вот шар стоял несложный при его классе пытаться специально спрятать вот от этого который в правом углу от нас чужого да довольный иосиф сейчас чуть не улыбается идет знаете вот я как раз думаю что он больше не доволен сейчас своим ударом чем доволен тем что произошло потому что потому что ну в общем сергей ты играл сложный шар понятно там вращение боковое вот накручивал на лузу вот это что он не забил обычное дело непростой был шар а вот то что он ошибается таких шаров ой 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 смотрите как так так тяжело будет играть этого чужого видите близко очень борту к средней линии там еще резко только по верху шара может сделать удар крыжановский даже поймете а факт то что вообще иосиф имея такое преимущество перни имея 7 имея вот такого сторожа там правый угловой вузе все равно отважился на удар вот я же говорил вам про это как я говорил гиперс агрессивно агрессивно а за супер агрессивно да 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 вот пожалуйста не вот так играю и все и буду играть крыжановскому сейчас нелегко но надо что-то предпринимать в любом случае вот игрушка не менее он будет вынужден играть в углу у нее нет другого выхода просто неудобно но играть но это было чудовищно трудно какая траектория была убитка видели какое очень глубокое верхнее вращение получилось поскольку вынужден был играть сверху по шару а удар сделать сильный пошла дуга завернула ну и так так пока и и там многоточие не восклицательные говорят что 8 он самый квадратный там самый большой шар по размеру и отчасти это может быть и правда дом случае кирпич второй шар активизирует что делает крыжановский он активизирует он не дал своей к скорее всего это четко он контролировал активизировал второй шар поскольку него 5 ему надо делать ему одного мало но ему собственно все и надо забить которые остались да ну как раз вот как раз шар шанс ржа ему предоставляет абрамов ну что интересно что со счета 17 крыжановский выиграет эту партию 17 но собственно именно при 17 по вам вы сказали что это это ничего не гарантирует совершенно так ну вот ситуация которая складывается ну но в большинстве турниров чек с разбой а кладет 7 ошибается получает в плечи 8 и все два удара один забил 7 не хватило 2 забил мы 8 хватило так что это а 1 7 вопроса даже не столько вот количестве сколько в количестве ошибок то есть вот там один 7 это две ошибки соперника и то есть два раза по четыре это обычное дело всего 2 ошибки вот это неожиданно такие удары восполнение этих этих мастеров это просто неожиданные удары а и финал мне кажется немножко сергей неуместно слова не везет данном случае что ему не везет он же там ну как сказать вот не повезло один раз ему когда там не открылся шар там на столе а когда он такие не забивая здесь дело не в везении здесь надо искать делать в психологии там в каких-то других плоскостях призадумался финал все равно давит он уже не может не да не что это финал это телевидение огромная аудитория зрительская а партия затянулась по ударах смотрите да так у меня еще один вопрос появился к тренеру ашота кашоту отцу иосифа вот такая гиперагрессивность она чем обусловлена просто это же должна быть весь тренер так не считал он бы сказал не играет ну по идее да сейчас то забьет уже ну вы знаете сейчас забьет да конечно я же так сразу и говорил конечно должен забить что у нас закончилась четвертая партия иосиф тем временем начал ронять шары комбинированной пирамиде начинается с разбоя сергея кражановского вновь разбой нерезультативный что будет середину не дошел несколько запыхался бежал в перерывах своему комментаторскому месту после того как ашот абрамов отец и тренер иосифа абрамова поработал в перерыве своим подопечным после к атака луза интересное среднее видите да 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 красота красота вот я задумал два вопроса помните мы обсуждали 1 при сли проблем восьмого шара да она существует и на дне они работают как работаете в общем то ничего нового то что я его помните ашот иосиф пошел круг вокруг да сделал просто перед вот этим ударом 8 сделать паузу собраться и настроил тогда вздохнуть дать себе немножечко подготовиться к этому удару это вот этот момент вот не забил среднюю ашот помните да вы имеете ввиду иосиф да я слышу там сейчас беседу смотрите что получается а я скажу тогда второе про вот эту стратегию когда он бьет по всем шарам даже несмотря на сторожей которые стоят и сложные шары они тренируют такие удары если у нас стратегия вот такая агрессивная нас не волнует как стоят старые остальные шире мы не обращаем на них вниманием будем звать любого который стоит там в зоне нашего нашей атаки будем убить и забивать будем тренировать лучше за забой чем бояться то что чтобы там не происходило с другими шарами но пока я бежал первое я когда они разговаривали вперед услышал такую фразу если помните там был удар в среднюю простой который мы обсуждаем даже и он его не забил как я подумал потому что прятал все-таки свой шар ближе к борту чтобы не открыть который стоял возле угла то есть он бил по отыгрышу тогда у меня возникает вопрос а если вы так тренируется зачем-то бить такие простые по отыгрышу на их просто забивать вот это мои мысли бы когда я сюда уже бежал но смысл чем 2 1 проблема восьмого шара существует она судя по первому номер рейтинга не велика вот но она есть они над этим работают и второе он будет полузе бить любое что стоит на столе не смысл не глядя ни на что до такого тактика и которая не меняется в зависимости от меняющихся обстоятельств ну и ашот передал привет всем любителям беляк ну что а тем временем иосиф абрамов реализует озвученную тактику бьет по всему что представляет хоть малейшую возможность для забития и 3 он собственно забил таким образом пятой партии счет 30 по шарам в его пользу но с того выходит сергей кражановский и смотрим что у него по вариантам если они вообще есть а сергей кражановский двукратный чемпион мира 2014 и 2018 годов и чемпион европы 2014 года помню хорошо этот матч он был в минске финале награлся нашим белорусским игроком евгением курта и там все закончилось контровой партии был очень интересный напряженный поезд в 14 18 он выиграл чемпионаты мира в свободной пирамиде но именно в эти годы она проводилась свободная пирамида а вот интересно отличие свободной пирамиды комбинированные очень сильно свободно играют любым любого но нет это понятно но это же полностью меняет наверно совершенно другая просто другая шари те же люди те же стол тот же игра совершенно другая но вот получается что именно в свободной пирамиде кражановский очень силен так и абрам же выигрывал и по свободной пирамиде то есть его для них такой какой-то глобальной разницы нет они просто применяют одну тактику и стратегию игры для свободной пирамиды и другую применяют для комбинированной пирамиды все просто при подготовке к турниру больше красиво больше внимания уделяется просто ну набор упражнений при подготовке другу то есть там все-таки отличие есть как он говорит что набор упражнений тронежно конечно другие то есть можно же техника другая или что техника наверное тоже она же не может быть ну смотрите здесь мы говорили о том что доминируют свои свободной пирамиде чужие воздаю больше чужих забивается из чужого делается более четкий выход как правило вот поэтому но немножко другие удары удара с руки там нет совсем а здесь бы большинство ударов там когда сыпу своего сыграл большинство большинство и держит с дома а там этого нет вообще они каждая по-своему интересны в четырнадцатом году еще и чемпионат европы выиграл горжановский тоже но я вот об этом в минске это было просто год у него очень удачный был я как раз это финал комментировал на белорусской телевидении хороший шар вот в свободно первым таких шаров нет не бывает потому что или ты забил или поставил свободную пирамиду в розу блузу поставил партию проиграл поэтому там таких шаров просто нет кстати а где белоруса почему мы их не видим на чемпионате мира на высоких стадиях я наверное скажу что у нас идет смена поколений и приходит молодежь и надеюсь что в каком-то ближайшем будущем я говорю при мужчин сейчас то мы их увидим то есть вы связываете с тем что сейчас те кто мог ушли те кто сможет они еще не пришли до нику они уже пришли но еще не дашь не достигли такого не дошли но лучшую мужчина у нас был на этом турнире ян григорьев он проиграл за выход в восьмерку владислава сминина вот а у женщин за выход на пьедестал александра гизельс уступила или не нагулли в контровой партии но на голову на мы сегодня продемонстрировал свое мастерство конечно да и линка хорошо играла в этом матче и характер продемонстрировала и тактическое мастерство очень очень качественный был этот матч именно по исполнительскому мастерству обеих соперниц кстати я еще не сказал что в этом году в школе мы про страны заговорили а представительство вообще было удивительно совершенно вот 85 спортсменов из 24 стран мира 24 страны русский бильярда оказалось бы из россии 23 бильярдисты второе по представительству это киргизии кстати 12 бильярдистов и вот они удивительно что двое из них вышли вообще-то в полуфинал из туркмении 8 казахстан 6 украина белоруссия на молдавии узбекистан по 4 от азербайджана на трое спортсменов выступали эстония таджикистан по 2 и кроме этого по одному армения бельгия болгария кипр испания германия израиль латвия литва монголия румыния сербия и сша представляете какое представительство так что русский бильярд это не только русская забава и прилегающих стран очень много людей которые действительно интересуются по всему миру но это лирическое отступление а у нас кружановский идет 4 3 пошара что практически делает счет в этой партии равным и пытается сократить отставание по партиям 13 вы знаете в очень тяжелом положении окажется сергей если вдруг уступит эту партию 14 очень приличная уже дистанция и вот здесь надо показывать уже результат прыгать выше головы другого выбора не сейчас у кружановского потому что действительно отпустить абрамова но иногда интересная тактика вспомнил опять разговоре с ашотом с тренерами отцом иосифа абрамова то есть мы будем бить все что стоит и будем просто это забивать знаете чем это не очень напоминает хороша тактика но и чем опасно хороша тем что против такой тактики нет защит просто он будет сыгрывать те шары которые просто другие не бьют и естественно позиционная игра против него очень сильно затруднена таким образом но с другой стороны тебя не пошло ты не забил здесь из 85 человек вы сказали добрых 50 тебе наваляют так что мама не горюй после этих ошибок твоих вот и помните эти пять партий кузьмина подряд до собрама я не видел матчи вот я не видел матчи но может быть вот он продолжал так бить и бить а его наказывали наказывали а легкость то проходит к тебя наказывает но это железных людей не бывает да интересно посмотреть на достаточно долгом таком временном участке насколько эта тактика вообще реализуем и насколько она может принести успех для меня рейтинг его первые то есть рейтинг отвечает варить от нас выступления на всех турнирах если он первый в рейтинге да значит он эта тактика работа но для знака конечно ну не заурядные снайперские качественность вообще не заурядные какие-то фонд пошли здесь таких снайперов о снайперов это мне напоминает принцип сборной бразилии по футболу я щаса и объем и завес сколько хотим да не мы забьем на один больше да ну или на один больше да они сколько смогут а мы сколько захотим да поэтому все в атаку ура вперед шашкингало это такой девиз у них был не может лет десять назад но это да я не боже упаси не специалистом но с тех пор и вот так и осталось как бразильский принцип у них сейчас строже и граста ну уже давно ну вот иосиф абрамов решил возродить традиции бразильские до бразильские традиции игры но только вот тоже на зеленом поле кстати применительно к русскому бильярда но только единственное на суп не они на трое ну что ну что атака что во всей видимости до лузы и на шар видим это лишний круг сейчас делает из обна решение это принято подготовка вот же да вы же про это говорили действительно водички правильно кипр тереть левый прицельный глаз явно абрама я под левым глазом находится из этой стойки было четко видно на это на что-то влияет конечно это одно из первейших вещей которые тренер определяет при приходах в секцию спортсменов нет я не веду отличие из какой-то маша правым прицельным глазом но человек целится всегда одним глазом правом лильям у каждого он разный и поэтому вот правый у явно увидите у жановского нюки как право ближе к правом между правым глазами и бородой находятся в рамках более выраженный на левый глаз был завален это просто определяется когда человек ну вот видит как он видит и корректируется немножечко вот это вот положение киев по отношению к прицельному глазу а вот левша правша это как-то на тактику игры влияет или может быть для соперника какие-то неудобства единственное что надо учитывать с кем ты играешь правшой левшой поскольку но есть такие шары где правша не досягивается а левшой удобно это ты должен при принять решение левши на передо не оставлять это раз но сейчас вы видели удары в прошлой партии крыжановского левой рукой вернее право да право и право сейчас играют двумя руками если хочешь быть топом игроком там номер один ты обязан играть двумя руками кто-то из женщин тоже играл левый все игра все играют вот те кто там первая восьмерка они все играть либо может кто-то чуть лучше кто-то чуть хуже мы играют мужчин тоже и так серия все жановского так я сейчас вот так гляну на стол и вроде как там сейчас один уберут и останется и останется в сергею крыжановскому забить один шар до 7 ну вот таких проблем у сергея с восьмым шаром нет в отличие от абрамова так что до 2 3 по партиям становится счет финальном матче чемпионат мира по комбинированной разбое шестой партии иосиф абрамов разбил и не забил кстати с разбой мне очень уводь у обоих игроков в этом матче но все-таки у крыжановского если помните два раза он забивал в угловые лозы а нет извините 2 да у меня уже у меня уже все путается в голове вот матчи много и матчи долго продолжаются поэтому неудивительно бывает но сейчас с помощью приспособления пытался решить задачу крыжановский не помогло ну и не сложный шар я бы вот отметил вот мы уже посмотрели пять партий ну в любом случае не меньше половины матча или половина то на пути к финалу эти соперники играли без таких ошибок ну и усталость уже что та же история которой у женщин да вот вы что же отмечали что здесь не в такой степени но все-таки присутствует да особенно мироновым девочки потом разыгрались потом было все в порядке а мироновым действительно была на себя не похожи ну что собственно и привело к ее поражение чемпионка мира в этот раз стал дарья михаева первый раз своей карьере что-то спросил у судьи сейчас крыжановский а могут они вообще общаться с судьями игроки но если есть вопрос какой-то конечно могут ну понятно не как против библиотеку и серия иосифа абрамова кроме этого у игроков есть видео повтор то есть если он не согласен особенно это когда здесь два судьи на площадке то конечно чтобы что-то от них ускользнуло это вряд ли хотя бывают такие удары что просто человеческий класс не может рассмотреть тогда нужно видео повтор на предварительных этапах при зонном судействе когда один стол на 4 стола вернее один судья на 4 стола то бывает так что он не видел судья и спорная ситуация тогда производится видео повтор в каждом матче наверное сейчас сказал и задумался в каждом матче по одному видео повтору игрока если он оправдывается если действительно в его пользу решается ситуация то естественно виде повтор остается для этого надо чтобы все матчи были сняты ну здесь практически вот на всех матчах по моему на двух столах не было из 12 видео трансляции она идет прям в прямом эфире в интернет пространстве так что приглашаю любителей бильярда во время вот таких больших бильярдных событий обращать внимание на игру сильнейших игроков наверняка там будут люди из вашей страны и можно будет поболеть за них да есть что посмотреть на самом деле просто очень красивые матчи бывают я бы даже сказал их большинство наверное повезло все таки сейчас сергей вот он сам так выдохнул позиция открыта шар как-то пробрался к угловой лузе откуда нет атаки оттяжка к себе нерезультативно но сейчас опять может борьба у нас затянуться если кто-то не обострит свойственной им манере пока возможности для обострения не особенно-то просматриваются но очень дорогая может быть ошибка поскольку посмотрите какая позиция открыт да все-таки пыталась иосиф ну такую реализовать свою тактику ведь по всему что представляет хоть малейший ну смотрите чужой там просматривать сейчас сергей стоит ли чужой в среднем как с верхнего плана нам мне во всяком случае показалось что стоит да похоже вот пошел на удар несложный для него шар играл с выходом видите под своего в среднем да да давайте признаем что качество в общем для игроков этого уровня качество сегодняшнего матча оставляет желать лучшего но я думаю мы все увидим еще сегодня я думаю что да вот как это произошло это осознанно или что там упал как игроки называют дурак это факт вопрос другом как 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 и все такие может не забивать вот он расстроен даже не сильно обрадован этому дураку поскольку но он не может такие шары ошибаться ему просто не может вот только что была такая непонятная ошибка у кражановского сейчас то же самое делает абрамов у кражановского не сильно посложнее не значительно посложнее все-таки берет этого вуза и у вас лабрамов долго было дискуссии по поводу вот некоторое время назад по поводу предусмотреть правилами чтобы не считать случайные шары но это влечет за собой заказ должен игрок объяснить перед ударом что и куда он бьет вот начинается то есть усложняется вопрос судейства потому что какой там был заказ поди разбери вот а зрителям нравится эмоция нерв дурак то нравится еще да особенно сейчас болельщикам брамов это понравилось он всегда можно сказать что это не дурак я же так и задумывал ну кому он такой скажет ну как кому всем по моему даже вот если бабушка включила телевизор да 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 какой-то ребята что-то рассыпались череда ошибок да давайте мы просто пожелаем сейчас как-то вот сбросить себя вот этот непонятный какой-то груз на руках который мешает им играть свою игру что-то началось очень похожее на то что происходило в женском матче в женском финале вот по настроению как-то вот близко да совершенно с вами согласен и необъяснимо да и необъяснимо при этом действительно сказать что они там их вот эти камеры волнуют там это площадка финал это извините шестая партия их уже ничего не волнует я не могу сказать почему потом это коржановский и и абрамов что их может особенно-то волновать потому что они всего навидались давление финала только это усталость может быть накопившиеся может такое быть в принципе каждый день матч да еще не по одному может быть да вчера было по два да значит вчера по два даже при их скорострельности это все равно часов там от пяти до семи за столом ну вот а в такие моменты знаете что ва-банк пошел кто первый забьет в такие моменты у того сразу и вот как бы сняли снимется это напряжение как правило так и случается но вот в этом случае это было ну это вообще очень сложный удар это очень сложный удар вот это очень похоже на авантюру нет так они так оба играют у них такое это не авантюра это подготовленная так вот ну это очень сложный шар был очень 5-2 ну знаете крыжановский там аст вот когда он играл судьи не было устало когда он играл предварительные этапы вот после удара за это время он успевал уже добежать почти до лузы куда шар приходил чтобы быстрее было снимать вот примерно в таком ритме он играл сейчас этого делать надо потому что судья за него доставит шары из лузы а обычно вот так вот и делал вот видите дернулся туда в сторону лузы и что теперь есть там свой в угол налево ну как-то не очень довольным сейчас выглядит крыжановский ну конечно он не забивает простых для себя шар да явно не удовлетворен своей игрой абрамов как-то поспокойнее ну это понятно по счету ну они по своей природе игроки разного так темпераментно жену всегда очень эмоционально реагирует на происходящее на столе иосиф в этом плане спокойно спокойнее я бы так сказал неспокойно так это 6 до у абрамова получается до 6 соответственно два шара еще до счета 4 2 по партиям здесь не говори губ пока не перепрыгнуть перепрыгнуть вот 7 ну и тот самый роковой 8 который два раза уже не удавалось завить абрамову посмотрим что будет на этот раз 6 партия красиво очень да надо цепляться сергей то есть этого ожидать да ну шар был сложный но и играл у него больше по отруже чем на забитие кстати на скате видите так мягенький поэтому а в таких случаях корректировка делается хорошо в короткий борт потому что на этом вращении шар остается там никогда не выходит в поле ну что зацепится сергей или нет за эту партию понятно что будет биться до конца понятно что для него там 7 2 7 1 7 0 дела 3 не надо просто забить первым лучше свой конечно дальше дальше здесь количество забитых паров имеет только значение в конкретной партии если это не восемь я имею ввиду что конкретной партии до по отношению к всему еще нет поднимется или нет среднего нет наверное поднялся да не дошел это шанс безусловно это хороший жена его надо реализовать откуда будет выходить под угол или в среднюю крыжановский крыжановский в угол выходит а не сильно ли вот как-то очень сильно мне тоже показалось ну бит то будет все равно может быть наоборот сильнее под борта поднимать повыше было бит то будет ну вот не точный выход как следствие вот эта вот ошибка вот пример насколько важно рассчитывать выход 7 одна ошибка и блестящий шанс выиграть партию у Абрамова есть 4-2 становится счет в финальном матче чемпионата мира по комбинированной пирамиде ведет Иосиф Абрамов седьмая партия разбивает Сергей Крыжановский нерезультативный разбой и к столу подходит Иосиф Абрамов он ведет 4-2 и появляется у него блестящий шанс еще увеличить свое преимущество в этом матче потому что начинает он серию сколько она продлится большой вопрос по-моему сегодня больше пяти шаров не было серии длиннее нет было 7 шаров у того же Абрамова было 7 а 8 он как раз не забил да не идет разбой не идет разбой сегодня у Крыжановского вот кстати это одна из причин тоже такого счета 2-4 потому что как-то не очень складывается вообще у мужчин если менее 50 процентов разбой в турнире то это уже проблема неважно в какую игру комбинирована на первом деле московская 2 забил 3 чужой что вы считаете будет сейчас Иосиф играть? ну свой вопрос от какого? нет это был чужой а не свой да решение которое приводит к тому что переход хода как говорится к Крыжановскому 3 забил Иосиф Абрамов так в правую руку пробует передумал так это вот игруша ну это он играл на лузу но получилось очень тонко удар очень не точно угу так да здесь тоже очень не точно ну оттяжку делал к себе Крыжановский не получилось наверное сейчас такой же удар но уже гораздо проще у Абрамова есть но и есть шанс закончить сейчас эту партию вполне осталось четыре шара и счет может стать 5-2 это конечно пугающий будет счет для кражановского на сейчас конечно не комфортен до совершенно 24 но в принципе это еще нормально еще для него вот 25 это уже будет серьезно но пока не задается у него игра не играет не играет он свою силу да не играет сожалению и для него и для его болельщиков и для нас для телезрителей которые просто бы хотели посмотреть может быть более зрелищную игру но это финал вот сколько случаев когда полутай в любом виде спорта когда полу финалы гораздо зрелищнее ярче и драматичнее чем финальные поединки но наверно для самого абрамова для его болельщиков никого драматизма здесь не нужно в принципе больше но если у вас нет да это конечно ему важный счет на табло как собственно и в любом виде спорта финале до а там красота игры тогда это все лирика это для спортсмена я имею ввиду хотя тоже вы знаете не для всякого из такие романтики от спорта романтики до финалов иногда не доходит а или чаще всего и почти никогда могу сказать хотя я бы не но зато их все любят я бы не отнес к не романтикам сегодняшний финалист нет конечно не играют как раз зрелищно а еще вот это ребята которые иногда зрелищность ставят выше вот простой рациональность ну что 1 до 52 иосиф абрамов финальном матче чемпионата мира по комбинированной пирамиде на разбой иосиф абрамов и такой счет говорит нам о том что принципе в этой партии он может и закончить если он выигрывает эту партию а на разбой как видите он забил это дает ему великолепную возможность продолжить результативную серию вот посмотрим пока партийские а мы не видели видели партию где 7 забил абрамов а вот восьмой ему не дался два раза уже не давался восьмой шар иосифа абраму 20 становится счет в его пользу на коржановский пока ничего особенно противопоставить юному россиянину не может 17 лет восьмой абраму но при этом уже заслуженный перезаслуженный спортсмен вот так вот в таком юном возрасте и легкость музыка и легкость греческая лёгра потрясающе и такое впечатление что это такие шары которые любой может но вот я выйду да да и забью но как иван да и все и вот все сразу я и бески за о да видите как благодаря оси в абраму да ну на самом деле это совсем не так я выйду как у меня ничего не получится это высочайшее мастерство а там всего 5 миллиметров зазор угловой лузы 45 миллиметров зазор с двух сторон по 2 миллиметра с каждым это высочайшее мастерство и очень обманчивая легкость продолжается серия абрамова насколько три уже забил да так что-то там внутри в компьютере пошло не так поэтому лишний раз помилил иосиф о а что-то там пошло есть так там пошло не так да не зря он это сделал покачал головой сейчас иосиф до раздосадован но она и понятно так хорошо все начиналось и вдруг вот воно 4 вот вот на 4 положили все таки до 4 0 пол партии сделано сереж ну вот если не часто уже вряд ли когда-нибудь в этом матче поэтому надо сейчас что-то делать обращаемся к сергею крыжановскому да он это все и так зная чужого забил что дальше может быть что дальше может на чужой я вижу только чужой в угол там чужой в угол может больше ты ничего нет просто и не совсем сразу не очевидно он сложен просто сложен город его будет но он сложен и вы видите мост еще неудобно ставить как раз на лузу приходится карте не идет до сегодня крыжановского просто не идет не получает что-то не хватает как вот говорили сегодня про миронова то что не ее день ржановского тоже не его день ну сейчас свой в угол он кстати вчера тоже не очень-то доволен был своей игрой но судя по его реакции которую он прямо во время игры и демонстрировал что-то ему не подходит может быть там не знаю стола не нравится не нужно ли на вашу то уверен ну как ну вчера вас прочности вчера ну запас прочности тоже не исключается конечно совершенно согласен но большой мастер всегда чем-то недоволен потому что не достиг идеала видимо даже в случае своих побед всегда есть на чем работать 6 и средний и два шара остается его сфабраму до очередного звания чемпиона мира напомню что выигрывал он уже два года назад в семнадцатом году чемпионат мира по комбинированной пирамиде один шар остается ничего не остается потому что этот результат этого удара очевиден и видимо как и звание но вы знаете его номера у нас уже были все несколько очевидных ударов не такого же но это ж уже ноги свесил для артисты шар я не знаю я ничему уже не удивлюсь нет и все-таки этот удар становится результативным именно он приносит 8 абрамова звание чемпиона мира по комбинированной пирамиде 2019 года поздравляем его сфабрамова счастлив совершенно доволен приветствует трибуны приветствует своих тренеров родственников которые большом количестве здесь на трибуне присутствует ну и собственно принимает уже поздравления непосредственно а а а